Приветствую! В этом видео речь пойдет о генетических данных представительницы древних тюрков, принцессы, а после брака с императором китайско-симбийской династии Северной Джоу, Уди, императрице Ашины, из одноименного рода, дочери Мукан Кагана, третьего Кагана древних тюрков Ашина Сыдзинь, при котором тюркский Каганат расширил свои границы от Желтого до Черного моря, став крупнейшей империей того времени. Кстати, о происхождении и внешности супруга Ашины третьего императора китайско-симбийской династии Северной Джоу, Уди, Ювэнь Юна, будет в следующем небольшом ролике. А в данном исследовании авторы, проанализировав генетический профиль императрицы Ашины, пытаются ответить на три ключевых вопроса. Первый, какое было происхождение у древних тюрков? Второй, есть ли генетическая связь между Ашиной и другими тюркскими народами, а также различными популяциями центральной и восточной степи после Железного века? И третий, есть ли генетическая связь между древними тюрками и современными тюркоязычными народами? Вступление. Первый расцвет тюркских народов пришелся на период с VI по VIII век, когда возникла могущественная кочевая империя в виде тюркского Каганата, основанного правителями из рода Ашина, простиравшегося от монгольского плато до Каспийского моря. Появившись вслед за Хуну, Сяньби и другими кочевыми конфедерациями, влияние тюрков ощущалось по всей Евразии, что повлияло на языковой ландшафт значительной ее части в течение последующих столетий. Тюркский язык, состоящий из более чем 40 языков, является самой многочисленной группой в гипотетической алтайской языковой семье, и около 200 миллионов человек говорят на тюркских языках более чем в 10 странах. К сожалению, исторические сведения о тюркском Каганате носят разрозненный характер и часто противоречивы. Происхождение древних тюрков является предметом споров, но если не брать мифические истории с тотемными предками по типу появления отхунского царевича и волчицы, их происхождение может быть сведено к трем конкурирующим гипотезам. Первое. Представители племени Ашина – выходцы из одноименного племени Хуну в Северо-Восточной Азии. Второе. Их происхождение связано с Причерноморско-Каспийской степью или Центральной Азией, с последующей эмиграцией их на восток. И третье. Сложно-составное происхождение в окрестностях Минляна или Гауччана в Турфанской впадине, охватывающее как восточные, так и западные евразийские этнические группы. Поэтому происхождение представителей правящего рода из племени Ашина вызывает большой интерес и является ключом к разгадке происхождения древних тюрков. Тем более, с учетом того, что среди тюркской знати была широко распространена кремация. Результаты. По данным метахандриальной ДНК, императрица Ашина принадлежала к гаплогруппе F1G, распространенной в Северо-Восточной Азии. А по результатам полногеномных анализов, она группировалась с древними популяциями Северо-Восточной Азии и Востока Монгольского плато, но особенно с древними Северо-Восточными Азиатами, как представители неолита из пещеры Чёртового рота возрастом около 6700 лет и носителей бойсманской культуры среднего неолита из археологического памятника Бойсмана II, Приморья, представителями неолита Амура и Северной Монголии, а также с кочевниками восточной степи после Железного века, включая сяньбийцев, жужжаний, киданий и части монгольского населения того времени. А из современных популяций она была генетически близка с современными тунгусоманчжурскими и монголоязычными народами. При этом вклада от древних китайцев, связанных с жителями реки Хуанхэ, у Ашины не было обнаружено. Однако отмечен небольшой вклад от жителей Западной Евразии 2,3-3,9%, включающий степную родословную с примесью анатолийских земледельцев, который был в предках Ашины за 1566 плюс-минус 396 лет до ее жизни. В целом, генетические данные опровергают гипотезы о западноевразийском и множественном происхождении представителей знатного рода тюркских каганатов Ашина в пользу восточно-азиатского происхождения. Однако стоит отметить, что у других образцов в тюркский период наблюдалось смешение компонент древних северо-восточных азиатов, которых в среднем было более половины, с компонентами западноевразийских популяций, бактерийско-моргианского археологического комплекса и кочевников степи Железного века, что также соответствует заметному увеличению гаплогрупп Y-хромосомы R и J в течение тюркского периода в Монголии. Есть ли генетическая связь между Ашиной и другими тюркскими народами, а также популяциями центральной и восточной степи после Железного века? Начиная с Железного века, в восточной степи возникали и рушились, выходящие далеко за ее пределы различные государственные образования кочевников – хуну, сяньбежужани, тюрки, уйгуры, кедани, кыргызы и наиболее агрессивные и успешные из всех – монголы. Соседняя средняя часть евразийской степи или центральная степь, также была свидетелем перемен в судьбах кочевых образований – гунны, усуни, кангюи, карлуки, кимаки, караханиды и кепчаки. Однако представительница элиты тюркского каганата продемонстрировала генетическую связь только с древнемонгольскими племенами сяньбийцев, кедани и жужаний, а также с представителями тунгуса-манжурских племен мохэ. А вот монголы, уйгуры, карлуки, кимаки и кепчаки, а также караханиды были отдалены от кластера ашины. Хунну вообще был союз разных по происхождению племен. Они сильно отличались между собой по географии и по времени. Некоторые западные их представители вообще на 68,4% имели компоненты как у людей из афанасьевской культуры. Кстати, в моделях надо адекватно воспринимать компоненты, они подразумевают схожие генофонды, а не непосредственных представителей культур. Среди скотоводов центральной степи, усуни, кангюи и тяньшаньские гунны, большую часть своего происхождения, 62,4% ведут от западных степных групп афанасьевской культуры. А тюркоязычные карлуки, кепчаки и караханиды имеют 35-50,6% компонент как у афанасьевцев, 10,5-21,7% от жителей Бактрийско-Маргианского археологического комплекса и 38,9% от выходцев из бассейна реки Хуанхэ Железного века. Но доля восточноевразийского происхождения увеличилась у средневековых скотоводов центральной степи с 67,3% до 82,5%, за некоторым исключением. Стоит отметить, что ещё в новое время на территории Казахстана встречались люди с генетическим профилем на 75,5%, происходящим от западных степных скотоводов. При этом машина не продемонстрировала близкого генетического родства с тюрками центральной степи или раннего средневековья. Но в отличие от Ашины, тюрки центральной степи и раннесредневековые тюрки продемонстрировали высокую, но вариативную степень западноевразийского происхождения, что указывает на существование генетической подструктуры ещё у древних тюркоязычных народов. Есть ли генетическая связь между древними тюрками и современными тюркоязычными народами? В скотоводческих образованиях восточной степи утверждалось, что распространение монгольских языков было связано с сямбийскими, жужжанскими, кеданьскими и монгольскими группами, в то время как хуну, тюрки и уйгуры считались связанными с распространением тюркских языков. В последнем случае были выдвинуты гипотезы о двух волнах распространения – булгаро-тюркской диффузии, начавшейся в гуннский период, спровоцированной более ранней экспансией хуну и последующей демографической экспансией, связанной с тюркским каганатом. При этом во II и III веках нашей эры центральная степь была населена ираноязычными группами, которые постепенно переходили на тюркские языки. Поэтому генетические данные не подтверждают связи между древними и современными тюркоязычными группами и указывают на значительные различия между тюркоязычными популяциями и популяциями, связанными с распространением тюркских языков. А пропорции предков древних северо-восточных азиатов, которые составляли основу древних тюрков, варьировались у тюркоязычных групп и даже полностью отсутствовали у некоторых самых западных их представителей. Это указывает на то, что распространение тюркских языков было в основном обусловлено культурными факторами, а не демографической диффузией и интеграцией населения. Поэтому натягивать современные тюркоязычные популяции на древние в качестве доказательства тюркоязычности этих древних популяций абсолютно не имеет смысла и противоречит всем имеющимся данным. Пояснение. А подвести итог хочу простым языком, отклонившись от строгой научной линии повествования. Ещё раз, это не научная часть. Древние тюрки, и тем более из рода Ашина, по происхождению были близки к древним северо-восточным азиатам с незначительным вкладом от западных степных скотоводов. По реконструкциям понятно даже, как они выглядели. Это характерные отличия. Древние и современные тюрки имеют разное происхождение, и многие современные тюркоязычные народы объединяет лишь язык. Отдельные представители тюркских народов в поисках своих предков почему-то обращаются к древним тюркам, однако схожих с ними компонент у них не так много, а у некоторых вообще почти нет. Их генофон состоит из смеси различных древних популяций, говоривших на разных языках. При этом у разных народов и разный генетический коктейль и своя интересная история. Но если древних тюрков начинать искать от современных, то можно выйти на разные популяции, которые внесли свой вклад в современные, и намеренно или искренне заблуждаясь объявить их тюрками. Характерным примером таких манипуляций выглядит якобы доказательство тюркоязычности скифов, основанное только на словах из исследования 2017 года, что современные потомки западно-скифских групп встречаются среди различных современных групп на Кавказе и в Центральной Азии, в то время как сходство с восточно-скифскими группами встречается более широко, но почти исключительно среди современных тюркоязычных групп, особенно из кепчакской ветви тюркского языка, которые в прошлом были кочевниками. Что неудивительно с учётом огромного генетического разнообразия этих групп, значительно большего, чем у всех народов Европы вместе взятых. Трудно промахнуться в стадо слонов из дробовика. К тому же ещё и с учётом того, что сами тюркоязычные карлуки, копчаки и караханиды, как уже было сказано выше, имеют 35-50,6% предков от афанасьевцев, а именно от индоевропейцев, 10,5-21,7% от жителей Бактрийско-Маргианского археологического комплекса и 38,9-49,4% от выходцев из бассейна реки Хуанхэ Железного века. Проще говоря, китайцев. Но они же по определению тюрки, и мы не называем кепчаков индоевропейцами или монголами с китайцами. С такой логикой, если в Анадыре с вами поздоровался и разговаривает чукча на чисто русском языке, то его предки, по мнению таких вот специалистов в кавычках, должны быть исключительно русскими. Кстати, если смотрят представители этого народа, пусть не обижаются на такой пример. Приходилось бывать на Чукотке, много было приятелей. И вот это исследование 2017 года в комментариях не цитировал разве что ленивый защитник тюркского происхождения скифов, и не только. И продолжат это делать, вот увидите. При этом, как выясняется при общении, само исследование они не считали и вряд ли понимают. К примеру, от союза русского и китаянки положение их детей может быть на графике, где-то около нагайцев или ближе к казахам. И по пропорциям главных компонент они будут на них похожи. Но ведь нельзя же будет их ребенка назвать казахом или нагайцем. Часто вижу непонимание этого элементарного биологического аспекта в комментариях. Но когда нужно что-то доказать о себе любимом и тем более великом, тут логика ломается. Или упор часто делают на то, что если кто-то до наших дней сохранил традиции, связанные с кочевым образом жизни, питанием и тому подобное, то только его предки в прошлом могли этим заниматься. Мне вот интересно, чем занимались по такой логике предки тех, кто сейчас компьютерные технологии развивает или в космос ракеты запускает. А так бомжам можно сказать, что они продолжатели славных традиций охотников и собирателей. Уж пусть не обижаются на меня современные кочевники и скотоводы, а также их потомки. В сохранении традиций нет ничего плохого, если не сочинять себе историю. А я, как обычно, на этом не прощаюсь и прошу не забывать про поддержку канала. А те, кто пишет о проплаченных роликах, хоть скажите, где зарплату получать-то, а?